Приветствую вас. Первое, что мне хотелось сказать, то что после прочтения сообщения вашего письма, я искренне хочу вам помочь. Ваша проблема, она несколько аспектов имеет. И, пожалуй, первый аспект заключается в том, что вы совершили, ну, знаете как, давайте мы не будем говорить про аспекты, давайте мы не будем говорить про ошибки какие-то. Мы с вами просто пробьемся по тому, что вы написали. Значит, в принципе, первое, вначале вы пишите, что познакомились с парнем в интернете по имени Павел, да, общались хорошо, все переросло в кемпатию, строили планы и прочее. Вы собирались дать его с армией, всеми силами и так далее. Значит, хотели быть с его родителями хорошей девочкой, будучи, может быть, женой. Далее вы пишите, что у вас скверный характер и вы описываете определенную ситуацию. Вот здесь первый момент. То есть, познакомились в интернете с парнем по имени Там Павел, да. Далее. Вы пишите, что потом вы купили билет на самолет и прилетели в свой город. То есть, этот город находится, я имею в виду город, где живет Павел, находится, ну, достаточно правильно от вашего. Если вы аж на самолет купили билет и прилетели в свой город. И, соответственно, летали к нему. Собственно, возникает первый вопрос. Почему вы построили свои отношения, пытались построить свои отношения с мужчиной, не в своем городе, а в интернете? Знаете, общение в интернете всегда идеализировано. То есть, вы не знали, судя по вашему сообщению, какой Павел в реальности? Вы общались с ним, обменивались, наверное, фотографии, там, голос, маршали, все это вам было. Но вы его вживую не видели. И первые нас видели, только когда уехали к нему домой. Его родителей не было. И так случилось. Повезло. Что вы месяц прожили хорошо. А ведь могло все произойти и иначе, что это оказалось бы совершенно не тот человек, которого вы ожидали увидеться. Значит, вас что-то сподвигло на то, чтобы знакомиться в интернете с парнем. Именно в интернете, не в реальной жизни. Соответственно, первый вопрос заключается в том, что именно сподвигло. Следующий момент. Момент, который связан с тем, собственно, почему у вас начали ссоры. Павел ревновал вас к своей маме. Что интересно. То есть, его мама как бы была не против, что вы с ним живете. Он ревновал вас к своей маме. Они не общались. Вы с ней общались. Вы ей помогали против воли вашего мужчины. Я понимаю, вы хотели бы нам понравиться. Но, как бы, несколько странное поведение мужчины, не считаете? Сказать, что он не любит вас только потому, что вы помогаете его маме, вообще-то пытаетесь наладить отношения с ней. Что вообще-то говоря похвально. Потому что, ну, как бы, не каждая большая женщина стала это делать. С другой стороны, мужчина, ладно, не ценила, может быть, у них там очень сложные отношения. Допустим, но вы сами, видя, что вашему парню не нравится, как вы общаетесь с мамой, не нравится, что вы помогаете ей. Вы продолжали, судя по всему, это делать. Вы все равно всеми способами старались найти подход и к ним, и к нему. Но ведь это не совсем правильно. Не совсем правильно стараться было найти подход и к ним, к родителям парням, и к нему. Потому что, если вы живете, то вы все-таки с мужчиной, а не с ними. Да, мужчина от них зависит. Да, они тоже живут с вами. Я понимаю. Но на первом месте все-таки у вас мужчина, а потом они. С ними вам можно было бы поговорить как-то отдельно и спросить у них, когда рядом не было Плаула, да? Почему вот, например, у вас Константин, вы видите, что как бы он и его мама не общались, как бы объяснить им ситуацию, сказать, что вот так и так, вашему системе не нравится, что я вам помогаю, что я с вами общаюсь, а мне бы не хотелось с ним ссориться. Да, поэтому давайте, ну, как-то вот придем к какому-то решению, чтобы внешне для Павла я бы вам не помогал, чтобы вы знали, что я там к вам хорошо отношусь, да, что я вас люблю, что вы не нравитесь и так далее. Вы этого не сделали. Вы просто продолжили продвигать свою линию победителя, которая Павлу, естественно, не нравилась. И он, да, это, безусловно, его проблема, что он воспринял ваши попытки наладить отношения со своими родителями, с его родителями, как бы на себя. Это его проблема. Но и ваша здесь ответственность есть в том, что вы это делали, несмотря на то, что ему не нравилось. Вот не каждый вопрос. Следующий, второй вопрос. Почему вы все равно, всеми способами, получается, вопреки желанию своего мужчины, старались найти подход и к ним, и к нему? Почему вы старались найти подход к нему, а получается, что он этого не делал, не старался? И вы знаете, пожалуй, основной ответ на ваш вопрос, мне известно, по крайней мере, на второй вопрос. Это то, что вы поселились со своими родителями, и вас выгнали из дома. И вы, возможно, пытались, хотели найти семью в кругу родных своего мужчин. То есть у вас была зависимость, вы свои желания, свои потребности в родителях, потребности в маме, в папе, в нормальных маме и папе, вы пытались реализоваться родителями вашего папы. Для себя. И вот это, то, что вам было некуда идти, то есть вы были как бы на чужой территории, вы были зависимы в том, что у вас не было своего земля, что вы не были равноправны в этом отношении по сравнению с вашим парнем, и привела к тому, что вы действовали не как равноправный партнер в отношениях, а действовали как заинтересованным человеком, заинтересованный своими желаниями и своими потребностями, к сожалению. И ваш мужчина увидел, что вы действуете, исходя из своих интересов. Вы делаете это потому, что вам это нужно. По крайней мере, так это выглядело для него. И, естественно, он не хотел, чтобы это продолжалось, потому что, потому что его это обижало. У него был конфликт со своими родителями, и вы в этом конфликте принимали участие. Ну, да, вы принимали участие, может быть, не такое серьезное, не такое сильное, но оно было. По крайней мере, по мнению мужчин. И получается так, что о его чувствах вы не очень-то и думали. Вы делали против его воли. Соответственно, возникает вопрос. Если у вас не очень хорошее отношение с родителями, и вы взрослый человек, такой взрослый, что можете купить билет, полететь на самолет, и так далее, почему вы до сих пор живете со своими родителями. Почему у вас такая вот ситуация? Это важный момент. Потому что он создает зависимость в данном случае от мужчин. Что произошло дальше? После ссоры он сказал, что вы больше не любите, определенно сказал это на эмоциях. Почему вы сразу купили билет на самолет и прилетели в свой город? Почему вы не проявили здесь спокойствие, выдержку, и не сказали мужчине, что подожди, успокойся, поговорим там через 2-3 дня? Непонятно. Гордость вам, вас взглянула? Или что? Почему вы проявили такую вот модель поведения? но ведь вы не могли не знать, что из-за чего происходили ссоры. По вашему описанию, они происходили из-за того, что вы общались с мамой против воли вашего парня. Соответственно, парня не нравилось, он сказал, что не любит вас, просто для того, чтобы вы прекратили общаться с его мамой. Сказал это на эмоции, сказал это на эмоции, что вы поймете, насколько это ему важно, потому что вы к нему не прислушивались. Но вы просто взяли и улетели. Непонятно их победить. И что вам дорого, если вы его любите, почему улетели, почему не дали ему возможности успокоиться. В конце концов, находясь в его городе, вы могли просто предложить ему выехать куда-то из квартиры на какое-то время, чтобы там без родителей спокойно поговорить. Может пару дней провести в отеле, например, или там где-то еще. Но вы просто взяли и улетели. По сути, вы не прислушиваясь к своему мужчине, да, не слушая его, не оглядываясь на его желание, а руководствуясь своими потребностями, вы улетели от него и разрушили свое счастье. Теперь, теперь он говорит, что остыл, но неделю назад вы облили друг друга грязью, значит не так сильно остыл, повышается. Общаться вы перестали. Ну, вы знаете, если не говорить о таких классических уже фраз, о том, что был образ человека, которого вы встретили в интернете, этот образ постепенно разрушался, да, если опустить этот момент, потому что я о нем сказал в начале. Что вам можно сделать? Вот вы пишите, очень хотелось бы вернуть всего. Вашей ситуации можно только сделать то, что я сказал. то есть поправить, скорректировать свое поведение, по сути, приведет к нему, вот глазу на глаз встретиться, с ним еще раз поговорить, и вот можно, сказать, что вы хотите быть с ним, что вы любите его, попробовать заново, при этом учитывая все те моменты, которые я вам сказал. потому что если вы будете общаться с ним вот так, как сейчас, то есть посетить, у вас уже есть обиды, у вас уже есть претензии взаимные друг к другу, все там хорошего из этого не получится. Вот я же не знаю, насколько гордый мужчина или нет, но тем не менее, тем не менее, он может вам написать. Поэтому вопрос, что делать, нужно решать именно так. Вот так отношения, если они закончатся, они могут вас долго не опускать, на самом деле. Ну и, наконец, последнее. Вы пишите, что вы не можете без него жить, существуете и любите его. Знаете, если вы его любите, то вы, наверное, желаете его сделать счастливым. Если вы желаете сделать его счастливым, то непонятно ваше поведение. Когда вы игнорировали его желание, видели, как ему плохо, и проголосовали гнуть свои линии. Какая-то, знаете, немного странная любовь. Но предположено ли, что вы действительно его любите, но при этом жить без него не может? Просто существуете. Значит, он вам что-то давал, и вы вступили к ним в отношения, уже нуждающиеся в чем-то. Возникает вопрос, в чем вы нуждаетесь? что вы без него не можете существовать? Что вы потеряли? Возможно, отсутствие этого как раз таки и заставляет вас стремиться к тому, чего в действительности нет. Ну, я имею в виду образ человека, которого вы встретили в интернете. Да вот, вот об этом вам стоит подумать. Ну, и завершая свой ответ, мне бы хотелось сказать, что вот общее впечатление от вашего письма такое, что вы зависимый человек, как бы зависимый, я имею в виду, от мужчины, от его семьи, воспринимая их, всех, и мужчину, и его семью, как средство для решения своих проблем, может быть, даже как средство для удовлетворения своих желаний и потребностей, которые вы не можете удовлетворить в своей семье. Соответственно, нужно для начала проработать проблемы детско-родительских отношений, как вы говорите, у вас нехорошее отношение с родителями. Далее, подумать, как вам стать независимой от них, это не имеется в виду, что вы вернете парня, нет, это как бы параллельно с этим. Вне зависимости от того, будете вы с Павлом или нет, вам нужно быть самостоятельными, потому что родители вас выгоняют из дома. То есть, на них положиться нельзя. Ну, и второй важный момент, это момент, почему вы не можете без него жить, какие желания вы не перестали удовлетворять. Это второй по-важному в те моменты. Ну, а дальше, что вам делать, я, в принципе, сказал. выбор на самом деле у вас невелик, я бы сказал, что вариант возвращения его только один. Поэтому, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...